здравствуйте в эфире первая студия сегодня мы поговорим о киберпреступности на сегодняшний день это одна из актуальных тем я думаю что никогда не поздно говорить о ней потому что киберпреступность к сожалению с каждым с каждым разом случаи растут у нас в гостях улжас магопаров начальник отдела по борьбе с киберпреступностью кпдп кустанайской области капитан полиции здравствуйте добро пожаловать к нам в студию за сети спасибо еще за приглашение ужаса суханович действительно я думаю что мы просто обязаны говорить об этой теме потому что благодаря телевидению да благодаря средств массовой информации люди узнают о фактах мошенничества а также мы можем предостеречь многих людей скажите пожалуйста на сегодняшний день статистика растет если вы с учетом прошлого года у нас наблюдается небольшое снижение это весе в количественном деле это на 50 дел зарегистрировано в выступлении меньше за отчетный период 9 месяцев этого года со сравнением с прошлого года и окончено на особо делал больше чем в прошлом году несмотря на небольшую статистику небольшое снижение именно по регистрации но схемы все больше и больше как бы распространяются и может из-за того что как бы люди становятся более менее проинформированы данном случае именно потому что она сейчас как бы на всех этих стадиях идет именно профилактики что как бы на слуху и люди менее подвержены именно к но имеются и факты когда как бы не были поинформированы и попадаются на уловки и схему мошенников если сравнивать до статистику как вы сказали это значит о том что все таки люди становятся больше до проинформированные и чаще всего кто попался в руки мошенника почему так случилось ну часть всего именно идет от категории именно совершенного преступления то есть если брать именно вид преступления как когда звонят и представляется там сотрудниками службы безопасности банка там или сотрудниками какого-нибудь национального банка либо менеджер каких-то банков но в основном случае попадаются люди пожилого возраста то есть пенсионеры когда им сообщают что по их счету проходит какое-то несанкционированное действие либо на них оформили кредит либо пытается переоформить номер либо происходит снятие в другом городе и злоумышленники тем самым на старая же потерпевшего и просят выполнить неопределенные как бы определенную инструкцию то есть либо подиктовать смс-кода от личного кабинета либо перевести деньги самостоятельно с личного кабинета на другие счета якобы безопасные левизированные либо просят установить программы удаленного доступа по под предлогом что эти программы программы защитят их от хакерских и мошеннических атак такие как тайм-вивиу а не деск руст деск ход деск все данные программы как бы они находятся в свободном доступе в приложениях и они настроены вообще для удаленного доступа то есть при скачивании данных программ и указывание как бы своего логина от этой программы потерпевший полностью передает как доступ от своего телефона злоумышленники и злоумышленник уже может свободно зайти в личный кабинет либо даже в телефонную книгу потерпевший скачать всю информацию с мобильного устройства это вот категория когда просто попадают в основном именно пожилые и взрослые люди другой вид мошенницы это когда находят в сетях интернет над способствием таргетивной рекламы именно инвестиции как бы различные национальные компании якобы злоумышленники используют даже фотографии первых лиц государства выдающихся предпринимателей что можно заработать определенные денежные средства за кого-то кислор и просит инвестировать этот как бы идут уже в люди среднего возраста которые вкладывают денежные средства в несуществующие фейковые компании прежде чем вкладывать денежные средства в какой-либо инвестиционный проект необходимо найти официальный сайт и ознакомиться со всеми требованиями какими что необходимо а не вкладывать и перекидывать денежные средства на какие-то либо карточные счета в которых указывают якобы псевдо менеджеры это вот сведений возраст в основном потом начался сезон студентов когда заехали и появились опять фейковые объявления по сдаче авенды квартиру то есть молодым студентам на длительный срок квартиру с заниженными ценами и в первую очередь просят предоплату поясняя что на ту или иную квартиру очень много как бы клиентов и если хотите забронировать ее необходимо скинуть предоплату на тот или иной счет после того как уже денежные средства скидут человек именно злоумышленник не выходит на связь а потерпевший следует в отдел полиции сообщает о данном факте ну вот если по возрасту смотреть это вот такие как бы категории виду то есть пожилой возраст никогда не будет искать съемную квартиру на длительный срок а молодым людям не будут звонить сотрудники службы безопасности банка и после чем-либо также сейчас участились также факты когда звонят и представляют сотрудниками полиции и сообщают что близкие родственники попали в дорожное транспортное происшествие и необходимо денежные средства передать через кого-либо и в основном сейчас используют именно лиц которые занимаются частным извозом то есть в приложении яндекс или и двое забивая заявку до дома пенсионера которого обманывать и сообщают что необходимо забывать курьерскую посылку и как бы водитель такси ничем не подозревает приходит на адрес к пожилой бабушки или дедушки и забивает пакет с вещами при этом злоумышленники объясняют именно жертве то есть бабушки и дедушки ничто не говорили и денежные средства нужно будет замаскировать то есть замотать вещи положить какую-нибудь посуду и передать через таксиста в первую очередь это нужно сообщить всем своим близким и родным кто не следит за средствами массовой информации и что сотрудники полиции никогда не будут звонить и сообщать о том или нам факте и тем более просить денежное возрождение за обещание кого-то вопроса в первую очередь также это является тоже уголовым полонарушением дача взятки должностному лицу и хочу обратить внимание именно на лица которые занимаются частным извозом когда поступает заявка именно по курьерской доставке и если бабушке или дедушке передает пакет и вы как бы видите по состоянию что она встревожена как бы переговорить или либо сразу сообщить в полицию что такой такой-то факт так как у нас уже имеются положительные факты когда вот таксист лесокоска понял что как бы уже является участником мошеннической схемы и сразу сообщил полицию и вернули денежство пожилой бабушки был случай когда бабушка в городе водном тоже с помощью участковых инспекторов полиции также был выявлен факт и денежство успели сохранить это вот очень является как бы гражданским долгом каждого человека если на чужом гробе счастье как говорится не построишь непосредственно самый курьер такси они выполняют свою работу но прежде всего надо смотреть как бы что и откуда забивают и что передают в данном случае курьер доставки до такси он будет как сообщник до считаться как участник схемы если ему доказан факт что он причастен то есть будет замечен на нескольких адресах то есть он начнет таким способом зарабатывать деньги средства в отношении его будет уголовное преследование и он будет допрошен по всем фактам и привлекаться к уголовной ответственности если он как бы будет в курсе всех действий потому что как нам известно что лица которые ходи ходят и забивают деньги средства у пожилого населения и как бы имеют определенную инструкцию и определенную заработку то есть там 10-5 процентов от суммы готовы они забивают у пожилых в настоящий момент как бы данные лица привлекаются уголовную ответственность и будут нести уголовное наказание санкции статьи это от 3 до 7 лет лишения свободы вот вы перечислили да о том что схемы мошенничества это связаны с банком связанные с дтп да когда звонят и говорят о том что их родственник попал в дтп и нужно заплатить сумму эти схемы они уже давно существуют и они до сих пор работают почему так происходит почему все равно как бы попадаются люди почему мошенники также работают по старой схеме мошенники использую до того момента пока цена является как рабочие потому что если бывает на прошлые годы у нас именно большая часть регистрации была именно на сдача вендо-коративы и продажа запчастей через торговые площадки после того как уже люди были проинформированы и появились ну не знаю может коативные агентства когда люди идут в агентство обращаться там и находят коативу и она как бы сама по себе исчезает данные факты а ну сейчас у нас регистрацию именно по сдаче вендо-коратив за весь сентябрь на три факта было зарегистрировано хотя в прошлом году было более а именно почему данная схема работают когда звонят сотрудниками полиции или сотрудниками службы безопасности банков они как бы ну наше мнение пользуются авторитетом то есть структуры от которой они звонят то есть когда звонят злостому населению и представляют сотрудники полиции это уже воспитание именно нашего взрослого поколения что они хотят прийти на помощь то есть участвовать например в богатах что они же превращение мошеннических действий потому что разговор злоумышленника начинает что в отношении вашего счета происходят мошеннические действия мы хотим как бы предотвратить это и поймать злоумышленника и взрослые поколения как бы своим думать гражданским долгом что помочь либо сотрудникам банка либо сотрудникам полиции но прежде в данных случаях всегда необходимо сбросить телефонный звонок и позвонить на горячую линию колл-центра банка либо на пульт 102 и сообщить о данном факте что с такого-то номера звонили и либо таким-то таким человеком представились это вот скорее всего только из-за воспитания нашего взрослого поколения что она всегда как бы хочет помочь именно в поимке либо предотвращение какого-либо преступления и может является тоже слабой по информированностью и также больше в частных случаях говорят что они думали что они с таким не столкнуться что с ними это не случится то что когда мы проводим именно в свечные проверки и беседуем с потерпевшими что вот как случился факт почему мы были информированы или не были информированы как бы потерпевшие года мы в курсе были нам как бы участковый инспектор либо другой сотрудник полиции приносил листовку там пояснял но мы думали как бы с ним это не случится и потом в итоге идет регистрацию уголовного дела то есть ну конечно мошенники они психологически как бы умеют работать с людьми да но на молодое поколение это наверное не настолько дать действует потому что социальных сетях можно наблюдать разные ролики где молодое поколение пытаются разоблачать таких мошенников именно по сотрудник службы безопасности банк или суду ему как бы полиции молодежи не буду звонить или что я близкий родственник попал в довольно транспорт большинство молодежь у нас в основном как бы становится жертвами уловок мошенников по продаже или приобретение какой бытовой техники то есть долгосрочных смартфонов заниженным ценам там в основном начинает обращать внимание на количество подписчиков и отзыв хотя все это как бы в настоящий время можно как бы приумножить вложив деньги в тот или иной аккаунт и от молодежь нас как бы в основном попадается на уловки когда хочет приобрести либо подать какую-то бытовую технику был случай когда например молодой человек хотел подать сотовый телефон ему позвонили через мессенджер ватсап и сообщили что хотят приобрести сотовый телефон но при этом попросили ввести apple id свой телефон чтобы проверить будет ли работать не будет под предлогом того что некоторые арабские смартфоны не поддерживают apple id и как бы молодой человек ничего не подозревая ввел apple id злоумышленника и в этот момент злоумышленник сменил по воле и заблокировал его телефон и ему написал что тот как бы закинул ему денежные средства на киви кошелек после чего он как бы даст по воле от телефона то есть молодой человек хотел продать телефон чтобы приобрести денежные средства а внешнем итоге получилось что он должен сам заплатить денежные средства за свой же телефон такие как бы имеются схемы и в итоге человек даже если ему скинул деньги опыта получает в итоге по как бы всегда у нас происходит так если не задумываясь как бы хочет вернуть свой телефон не закидывать денег сразу мышь понимает что он уже у него на крючке и он у него будет просить еще большую сумму то есть если изначально было 15 тысяч деньги после того как 15 тысяч деньги закинул он у него ввозь еще 30 тысяч деньги и это может продолжаться до бесконечности просто в моей практике еще не было когда человек заплатил и ему вернули аккаунт от телефона может такие факты были но может люди не приходили и не обращались в полицию но все зависимые факты всегда было то есть он закинули денежные средства и в дальнейшем у него до бесконечности просит чтобы вернуть свой как бы смартфон назад хорошо если какие-то новые методы которые вот появились а только вот совсем недавно и можно их предотвратить с помощью профилактики появился такой метод когда именно тоже сайты именно по грузоперевозкам и как делла фафа то есть заказчик выставляет заявку что ему нужно перевести груз с одной точки в другую точку и злоумышленники находясь на этом сайта сообщают что они понимают принимают этот заказ параллельно сами выставляют такую же объявлять такое же объявление после чего договариваются с водителями грузовой машины грузовая машина следует туда где необходимо забрать то есть у клиента товар вот расскажу случай когда надо было забрать товар с голода копчега и перевести его в город уральск и злоумышленники взяли эту заявку сказали что они оформят именно всю доставку и паваллельно сами выставили объявление и именно клиент который фактически хотел предоставить свой товар с копчега и уральск он держал связь с злоумышленники злоумышленники нашли настоящих водителей которые приехали забрали груз с копчега и по пути следования на уральск они сказали что необходимо привести его в город к устанай что здесь они перезагрузят и сами выезут на уральск водитель как бы ему уже платят за то что он как бы доставляет и он без вопроса думал что злоумышленник это является как бы хозяин товара и данный товар привез в город кустанай и выгрузил его и поехал как бы заниматься дальше своей работой и уже настоящий потом именно хозяин товара начал искать свой груз наши нашел водителя и водитель ему сказал что он был на связи с таким то с таким то с ним он не знаком что товар он забрал он не отрицает но выгрузил его в кустанай когда у него спросили почему он выгрузил кустанай он сообщил что его заказчик был что необходимо забрать кустанай то есть у нас здесь злоумышленники выступают в воле третьего лица и несут и ведут переписку и с водителем и с хозяином товара и в последующем данный товар они оставляют у себя платят водителю именно за транспортировку а незаконный товар уже реализует на территории города либо куда-то в другое место у вас это участились такие факты что именно тем лицам которые занимаются предпринимательствами перевозят товары с городов другие города необходимо быть более бдительные и непосредственно как бы вести связь с лицами которые занимаются именно грузоперевозками они с третьими лицами либо посредниками то есть если уже на связь выходит кто-то так скажем третий лишний да лучше уже сразу обратиться в полицию перепроверить все потому что они могут скинуть полностью как бы и техпаспорт и сотовый телефон водителя и полностью все данные водитель фактически приедет на адрес заберет таба и может увести его направление куда уже скорее злоумышленный потому что ему как бы тот же сам клиент который заказал эту фубу он заплатит злоумышленного злоумышленных заплатит водителя и водитель увезет его куда скажет хорошо все таки как защитить людей молодое именно поколение какие вот есть виды мошенничество сказали да это в основном интернет-магазины аренда квартиры и так далее как обезопасить защитить молодое поколение в первую очередь не нужно обращать внимание как нужно обращать внимание на количество подписчиков и комментарии в первую очередь нужно смотреть адрес где находится тот или иной интернет-магазин всегда они указывают адрес и как бы есть простой очень легкий способ вбить этот адрес в приложение туризм и посмотреть имеется в здании данном вот такой магазине или нет потому что именно по реке туризм они официально регистрируются и скидываются и документы что они находятся в том или ином здании и осуществляют торговлю то есть это очень легкий способ вычисления именно интернет-магазином которые занимаются мошенничество потому что всегда пишет фактически фиктивный адрес любого дома и что они находятся в городе там в другом городе другой области и можно по туризм уже определить что есть такой магазин или нет такого магазина это вот как бы самый ленивый способ именно проверки интернет-магазином либо самое как бы продуктивное так попросить кого-либо последовать на этот адрес и уточнить имеется такой магазин и имеется ли такой товар в наличии потому что бывают случаи когда злоумышленники полностью дублируют страничку настоящего интернет-магазина со всеми предметами которые она идет на реализацию и указывают другой номер и название и изменяют там пару слов и адрес указывает тот же самое то есть полный дубликат именно страничке идет очень необходимо как бы последовать и посмотреть если нет такой возможности настоять на с продавцом на видеозвонке то есть узнать чтобы он по видеозвонку предоставил вам видео обзор именно того товару который необходимо приобрести потому что чаще всего наверное покупатели обращают внимание вот как вы сказали на количество подписчиков на отзывы да на видео на активность страницы но это все может быть подделено да и первую очередь злоумышленник всегда заманивают заниженной ценой то есть цена всегда находится ниже выночной также какие по сдаче кротию также и по приобретении какой-либо бытовой техники точно 1080 или на 3060 всегда товар дешевле идет у злоумышленники а если коснуться каспий магазина балл перес например если я туда уже злоумышленники тоже добавлялись то есть как вот мы его не говорили лица которые падают свою карту мы их называем дропами и сейчас существуют такие же лица которые злоумышленники просят открыть на свой счет и п то есть злоумышленник просит молодого студента от и п из-за этого получает какие-то денежные вознаграждения и данные п регистрируют уже в каспий приложение и начинают заниматься мошенническими действиями и потепевший ничего не подозревая ему когда проходит счет на оплату он думает что как бы все пошло же через каспий каспий официальный магазин и проходит мошеннические действия в дальнейшем когда мы начинаем разбиваться на кого зарегистрированные п устанавливаем того или иного студента либо либо безработного который зарегистрировал на себя и п и полностью как бы отдал доступ злоумышленникам и злоумышленники уже выводили денежные за через его и п либо есть также такой способ именно у злоумышленники официальный магазин который занимается какой-либо подажей какой-либо продукции с ними списываются злоумышленники и под предлогом что на него нужны и авесты либо он не может открыть свои и п он просит использовать и по то есть настоящее и при этом оставлять будет там 5 10 процентов за сумму то есть если магазин квалифицируется на продаже какой-нибудь посуды и злоумышленник списывается и предлагает ему заработок то есть вы будете выставлять счета за меня моим клиентам за то что я подробную технику и при этом 10 процентов будете получать как бы за то что вы выставили счет и у нас были случаи когда вот настоящие реальные предприниматели которые занимаются продажей какой-либо продукции им писали злоумышленники и через их ип продавали долгостоящие смартфоны то есть ища дополнительный заработок предприниматель выставлял счета потерпевшим потерпевшие благополучно либо оплачивали либо оформляли кредит через кассные магазины и оплачивали на ип этот как бы предприниматель обналичивая эти денежные средства и направлял на другие карты куда посел злоумышленник поэтому оставляя 10 процентов себе и и в дальнейшем как бы уже потерпевшие шли и писали заявление именно на то ип который выставлял ему счет то есть прежде чем заказывать какой-либо товар через каспий нужно убедиться что за ип и чем это ип занимается то есть если это ип как бы квалифицируется на продаже какой-нибудь бытовой техники она не должна подавать золотые изделия либо на вывод то есть это может быть также быть не посредником а человек может не знать что является как бы участником в мошеннической схеме вот если например человек тем самым до молодые ребята подрабатывая да им предлагают такую подработку если они участвуют в таких мошеннических схемам что им грозит если они полностью осознают и является неоднократным фактом они подпадают под санкции статьи мошенничества именно если было неоднократным фактом это 190 часть 3 за неоднократностью также лишение свободы отвердо 7 лет с конфискации имущества прежде в очередь если они сами стали участниками соучастниками какого-либо мошеннисты и поняли это на первых выбором схемах необходимо сразу обратиться в полицию чтобы сотрудники уже нашего отдела дальше как бы объяснили как действовать чтобы уже выйти на тех риск которые их заманили в эту схему и заблочить именно полностью всю сеть происходящих мошенничеств а вот вообще как вот действительно приобретать прекратить это мошенничество ведь это реально наверное огромная группировка или это работает чаще всего по одиночке люди это происходит тут тоже как бы зависит от вида мошенничества если звонят и представлять сотрудниками полиции и что ваши родственники попали в дорожное транспортное происшествие у них там есть человек у бога девушки или парень который начинает плакать в трубку на фоне и после чего телефон передают уже потерпевший девушка начинает плакать то есть там уже есть определенная группа лист который занимается именно для создания таких подоподобности и эффектов то есть она начинает плакать телефон даже если бабушки или дедушка говорит что как бы я не узнаю твой голос там начинают там придумывать что это после дтп у нее губа повреждена либо там сильного удара там повреждение легкие и здесь уже групповой группа идет мошенничество также и когда звонят и представляют сотрудниками службы безопасности банков с одного телефона они поясняют что для предотвращения мошенничества мы сейчас соединим с менеджером либо с каким-либо специалистом либо там звоним что с национального банка что национальный банк сотрудник с сотрудником полиции связь сотрудник полиции якобы подтвердят что типа да проходят мошеннические действия необходимо помочь и здесь уже как бы идет группа потому что там один человек не справится также вот это например грузоперевозки дело там также является группа то есть один человек который ищет эти заявки создает новые заявки другой человек который обзванивает еще один человек может встречать этот товар и выгружать в любом другом месте именно по продаже там в интернет магазинах либо сдача вендо квартиру там человек злоумышленник действует в одиночку то есть ему не нужны дополнительные как бы силы он сам все создает все создает объявление фейковое объявление там раскручивает свой инстаграм сам себе пишет отзывы иногда может даже скидывать аккаунты что типа он занимается реально можете поинтересоваться у того или иного человека которым я уже ранее помогал либо ранее давал телефон и с другого аккаунта самому списываться и я вы что типа этот магазин настоящий это вот как бы зависимости от схемы мошеннистей идет количество участников данной схеме действительно способов обманы да все больше и больше становится и злоумышленники в основном также смотрят новости и адаптируются на ситуацию стране и в регионе то есть если если по сезонной то есть сейчас если преддверии нового года начнут продавать как мы знаем елки потом игрушки новогодние кульки и вот как сезон например мы сейчас сдача венды кратил можно сказать прошли потому что сентябрь закончился сейчас начнутся именно новогодние подарки и скидки всякие во всех фейк их инстаграм магазинах то есть они именно адаптируются на ситуацию региона или страны в полном объеме были факты когда вот дефицит именно офисной бумаги а4 сразу появились очень много объявлений и в оптами в розницу был ажиотаж по сахару и также появляются объявления по продаже сахара в оптовых объемах по очень низким ценам то есть злоумышленники сразу как бы и идут от спроса какой идет спроса не такой и выставляют предложение то есть своих объявлений то есть сейчас преддверии новогодних праздников до будущих а нужно сейчас обращать внимание именно на это первую очередь чтобы цена если цена слишком занижена это уже нужно обратить на это внимание да что действительно возможно это и есть ну в первую очередь необходимо перепроверять именно фактический адрес именно того или иного магазина если уже продавец не говорит где он находится уже должно как бы настеверять человек который занимается как бы предпринимательствами хочет реализовать свою продукцию он предоставит полностью свои анкетные данные и предоставит адрес куда необходимо поехать и посмотреть и ознакомиться с товаром если он находится в другом городе уже спасибо большое за то что уделили нам время я думаю что мы сегодня рассмотрели все самые актуальные факты мошенничества и я надеюсь что наши телезрители услышали об этом запомнили и я надеюсь что фактов мошенничества будет намного меньше благодарю вас дорогие наши телезрители на это у меня все с вами была первая студия до новых встреч а